Всем привет! С вами интернет-магазин Carapuzov.com.ua. Меня зовут Грицкиев Самир и в этом видео я помогу вам разобраться, как выбирать стульчики для кормления, в чем их отличия, преимущества и недостатки. Стульчики для кормления можно разделить на несколько типов. Это самые популярные высокие стульчики и стульчики-трансформеры. Также бывают навесные, которые крепятся к столешнице и бустеры, которые ставятся на взрослые стулья. Со всеми вариантами вы можете ознакомиться на нашем сайте Carapuzov.com.ua. Самое важное в стульчиках для кормления это защищенность ребенка, поэтому обращайте внимание на ремни безопасности. Они должны быть пятиточечные, так как из трехточечных более активные дети могут выбраться сами. А также немаловажную роль играет перемычка между ног. Она является надежной и комфортной защитой ребенка от сползания. Большое значение имеет возможность регулировки высоты подножки. Ребенок будет расти и его ножки должны находиться в анатомически правильном положении и иметь под собой опору, а не свисать или быть согнутыми. От этого зависит правильное формирование осанки. В более дорогих моделях есть возможность регулировки столешницы дальше ближе. Благодаря этому ребенка удобно садить на стульчик, отодвинув ее, а затем подбирать комфортное положение для приема пищи, во время которого столешница должна плотно прилегать к малышу. А еще если ребенок захочет поиграть на ней, ее можно отодвинуть. Размер столешницы тоже имеет свою ценность, ведь чем она больше, тем больше всего она может вместить. У более продвинутых стульчиков она двойная. Для того, чтобы использовать ее в качестве подноса, иду-иду, легко мыть отдельно от стульчика, и полностью снять, чтобы приставить стульчик к вашему столу. Для вашего удобства в стульчиках могут быть предусмотрены колесики, тогда они становятся более мобильными. Но такая функция присутствует не везде. Как правило, в бюджетных вариантах она отсутствует. В некоторых моделях можно регулировать высоту сидения. Ставить на самое высокое, когда вы сидите за столом, и опускать по мере необходимости, вплоть до того, что когда малыш подрастет, он сам в него мог забираться. Но это не самая важная функция, точно так же, как и регулировка наклона спинки. Хотя она тоже имеет свои плюсы. Во-первых, если вы ввели прикорм еще до того, как ребенок уверенно сидит, его можно кормить в положении полулежа. А во-вторых, после приема пищи ребенок может уснуть, и тогда просто необходимо перевести его из сидячего положения в более комфортное. Есть еще стульчики с режимом шезлонга. Такие можно использовать от рождения как укачивающий центр, а уже затем как стульчик для кормления. Естественно, цена таких моделей дороже. Высокие стульчики компактно складываются, благодаря чему их можно спрятать за дверью в кухне или в любом другом удобном месте, чтобы они не занимали лишнего пространства. Стульчики-трансформеры хороши тем, что их можно использовать как для маленьких деток от 6 месяцев, так и для более старших, вплоть до 6 лет. Для этого стульчик снимается с основы, и она превращается в парту. И вот перед вами уже стульчик и столик, за которым ребенок может сидеть, играть, рисовать и проявлять все свое творчество. Трансформеры могут быть деревянные и пластиковые. Деревянные дешевле и, как правило, попроще. Большинство функций высоких стульчиков у них отсутствует. В отличие от пластиковых, в которых присутствует большинство таких функций. Регулируемая спинка, столешница, съемный поднос, перемычка и пятиточечные ремни безопасности. Подводя итоги, хочу сказать, что в основном родители отдают предпочтение высоким многофункциональным стульчикам, среди которых эталоном является торговая марка Chica. Она и пользуется наибольшей популярностью, но есть и более дешевые аналоги. Среди стульчиков попроще, есть хорошее предложение у болгарского производителя Bertone. А вот трансформеры из пластика можно выбрать среди моделей торговой марки For Baby. Деревянные, как правило, украинского производства, и схожего качества, к которому, кстати, нет никаких претензий. Со всеми предложениями вы можете ознакомиться на сайте нашего интернет-магазина карапузов.com.ua Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео, оставляйте свои отзывы в комментариях. Я желаю вам никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч. Пока!